Влюбленная пара не спеша пробиралась через высокую траву. Держась за руку и поглядывая друг на друга влюбленными глазами, они не заметили, как наткнулись на кое-что необычное. Девушка от испуга вскрикнула и попятилась. Парень тут же сделал шаг вперед, готовясь защищать любимую, но никто и не собирался на них нападать. В густой высокой траве неподалеку лежала лошадь. Точнее, ее останки, потому что лошадью называть этот скелет, обтянутый кожей, было невозможно. Тонкая кожа плотно обтягивала ребра. Казалось, кости вот-вот прорвут ее, вырываясь на свободу. По всему телу были раскиданы странные засохшие корки, над которыми с интересом вились мухи. Весь вид животного вызывал омерзение. «Бедное животное!» — воскликнула девушка. От громкого голоса природа вокруг на мгновение замерла и затихла. Подвижное до этого тело лошади зашевелилось. Вместе с ним зашевелились волосы на головах влюбленных. Через секунду Берик огласил дружный крик ужаса. Люди кинулись прочь от ужасающей находки. Они остановились уже на грунтовой дороге, пытаясь отдышаться. Естественно, никто за ними не гнался. Зато теперь можно было затолкать панику поглубже и подумать головой. «Оно живое!» — пораженно прошептала девушка. «Оно живое, а выглядит как мертвое», — выразил свое мнение парень. «Но двигается. Нужно посмотреть еще раз. Может, оно двигалось не само, а кто-то доедал его изнутри». Девушка передернула плечами. Она послала своего рыцаря на подвиги, а сама осталась ждать результата осмотра на дороге. Видеть поедание зверя не хотелось. Впрочем, парень довольно быстро удостоверился, что кроме лошади в округе никого нет, и она определенно не была мертвой. Когда человек подошел вплотную, лошадка немного повернула голову и едва слышно фыркнула. Лошади явно было тяжело двигаться, но костлевые бока все еще едва заметно вздымались. Вики приоткрылись, видимо, она хотела посмотреть на подошедшего, но не получилось. Зрачок заслоняла странная красная пленка. Нижняя губа странно свисала, не закрывала полностью рот. Ноги и хвост не шевелились, лишь иногда трепетали уши. Но это можно было принять за игру ветра. Лошадь выглядела полностью истощенной. Она цеплялась за жизнь и за всех сил, но безнадежно проигрывала. Парень огляделся по сторонам. Он не мог понять, как лошадь попала сюда. Трава вокруг не была примята, как будто животное всегда лежало здесь. Человек отошел, снова задумался и вернулся к девушке, рассказав о своих наблюдениях. Да неважно, как она сюда попала, отмахнулась собеседница. Что с ней делать теперь? Она выглядит просто ужасно. Может откинуть копыта в любую секунду. А я даже не знаю, кто у нас может разбираться в лошадях. Парень вдруг вспомнил, что в соседнем селе держат пару коней. Туда приезжают из окрестностей, чтобы покататься верхом. Связаться с хозяевами удалось довольно быстро. Те мало что поняли из сбивчивого объяснения двух влюбленных, но пообещали быстро приехать. Вскоре на дороге к реке и впрямь загудела пыль под колесами. Парень с девушкой приветливо размахивали руками. Рядом с ними остановилась машина с прицепом для перевозки лошадей. Люди очень удивились, когда они обнаружили животное в пределах видимости. А когда их подвели к пострадавшей лошадке, то мужчина с женщиной пришли в ужас от состояния животного. О том, чтобы лошадь самостоятельно зашла в прицеп, речи не было. Оставалось надеяться, что она доживет до ветеринара. Поднять и перетащить хоть исхудавшего, но все равно тяжелого копытного четыре человека не могли. Пришлось парню бежать к себе на улицу и собирать соседей с друзьями для помощи. Вместе мужчины приподняли измученное тело, просунули под ним кусок материи, затем каждый взялся за край полотна и приподнял его над землей. Лошадь испуганно распахнула глаза и слабо дернула копытом. На больше ее сил не хватило. Животное затащили в прицеп, высокая дверца захлопнулась. Колеса мягко покатили, отвозя бедняжку в новую жизнь. Возле денька их уже ждали помощники и ветеринар, которых удалось вызвонить новым хозяев. По дороге домой люди также осторожно вытащили лошадь из прицепа. Врач сразу же запорхал вокруг больной, рассматривая, ощупывая, беря анализы. Тем временем прибыли вызванные полицейские. Они приняли заявление о жестоком обращении с животным, засвидетельствовали показания доктора, новых хозяев и добровольных помощников. Но предупредили, что, скорее всего, предыдущего владельца лошади не найдут, поэтому рассчитывать на справедливое наказание не стоит. Ветеринар сделал лошади уколы, обработал корочки на коже и поставил капельницу. Добровольцы помогли перенести животное в свободный денег. Лошадь оказалась сильно истощенной, отчего у врача не было уверенности, что она выживет. Но попробовать оттащить животное от грани между жизнью и смертью стоило, поэтому за лошадь взялись основательно. Главной проблемой было то, что она не ела и с трудом пила воду. Это было последствием кожного заражения. Клещ-паразит вызывал очаги воспаления в разных местах по всему крупу. На пораженных участках появлялись пузырьки, которые лупались, превращаясь в корочки. Все это сопровождалось жутким зудом. Лошадь чесалась обовсе, до чего могла достать, издирала корки. Болезнь напрочь отбила аппетит, иссушая стройного сильного зверя до состояния скелета. Но, к сожалению, это была не единственная проблема. Третье веко лошади опухло и покраснело. Врач взял пробы, но предполагал наихудший результат опухоль. Это можно было исправить операцией, но только когда животное встанет на ноги. С зубами тоже обнаружились проблемы, и тянуть с лечением тут не было смысла. На несколько недель Деник превратился в полевой госпиталь. Ветеринар посещал свою пациентку каждый день. От клеща удалось избавиться, и корочки на шкуре постепенно сходили. Лечение зубов помогло бедняжке самостоятельно питаться. Первые дни в лошадь вливали витаминные смеси, капельницы и поили из соски, словно же ребенка. Но вскоре у нее прибавилось сил для самостоятельной еды, хотя голову все еще приходилось поддерживать людям. Лошадь слабо понимала, что происходит вокруг. Сначала ей было настолько плохо, что не хотелось жить. Она лежала и ждала своего часа. Но упорные люди не оставляли ее в покое. Новые хозяева приходили несколько раз за ночь, чтобы проверить несчастную или поменять капельницу. Вскоре лошадка уже узнавала голоса. Она тянулась мордой к рукам хозяев и вздрагивала от энергичного бурчания доктора. Глаза почти не различали ничего вокруг, приходилось ориентироваться на звук, прикосновение заботливых рук. Вскоре лошадь смогла самостоятельно перевернуться сбоку на бок или поднять живот. Сил уже хватало для того, чтобы несколько часов к ряду удерживать голову и все тело в относительно вертикальном положении. Вот только встать на ноги не получалось. Больную это пугало. Лошадь привычно подгибала ноги, но не могла на них опереться, как будто они теперь принадлежали кому-то другому. Ветеринар разводил руками. Он говорил, что животное слишком ослаблено и давно не пользовалось конечностями, чтобы вскочить и бежать вперед. Для восстановления понадобились физические упражнения, и вот тут возникла проблема. Лошадь нужно было поднимать над землей, поддерживать и подталкивать для каждого нового шага. А весила она солидно. Ребра уже не так светились из-под шкуры, забота и сытное питание помогли избавиться от болезненной худобы. Это радовало хозяев, но вызывало затруднения. Для того, чтобы поднять животное, нужно было не меньше восьми человек. Хозяева придумали конструкцию из покрывала и ремней, которая удерживала лошадь вертикально в денеке. Но для прогулок на улице все равно нужны были сильные руки. К счастью, многие соседи и друзья прониклись в истории бедняжки и приходили по вечерам на помощь. Сначала ноги лошади ставили вручную, но регулярные тренировки давали результат. Через несколько дней животное с трудом начало двигать конечностями самостоятельно. Получалось откровенно плохо, но это уже был ощутимый результат. Лошадь уставала, как и люди, но никто из них не был готов сдаться. Месяцы тренировок дали свой результат, животное смогло самостоятельно стоять, а потом медленно передвигаться. Никто не торопил бедняжку. Хозяин выводил ее на несколько шагов и оставлял отдыхать в денеке. Но лошадь и сама устала от своего вынужденного затворничества. Она с удовольствием втягивала носом пряные запахи трав на улице и мечтала бежать рысью по лугам. Вскоре ветеринар объявил, что животное достаточно окрепло для операции на глазах. Для зверя это оказалось не слишком страшно, так как опухоль все равно закрывала большую часть глаза, не давая никакого обзора. Лошадь снова погрузили в прицеп и долго везли в клинику, где могли сделать операцию. Врач удалил пораженные ткани. После операции у лошади сильно болели глаза, но она не могла перестать смотреть по сторонам. Предметы, которые оставались в памяти смутными очертаниями, теперь стали четкими. Животное впервые увидело своих новых хозяев, денек и загон, по которым уходила во время тренировки. К обычным процедурам и упражнениям прибавились капли для глаз. Лошадь безропотно все терпела. Она вела себя тихо, внимательно слушала людей, как будто понимая каждое слово. Животное оказалось очень спокойным и умным. Хозяева не могли нарадоваться новому члену семьи. Вскоре лошадь окрепла настолько, что ее начали выпускать с двумя другими обитателями конюшни в просторный загон. Новенькая довольно быстро нашла общий язык со старожилами. Она умудрялась усмирять пыл молодого жеребца и степенно поедать свежескошенную траву с его матерью. Спустя долгие месяцы после прибытия в новый дом лошадь ничем не напоминала тот обтянутый кожей скелет, который должен был с минуты на минуту испустить дох. На покатых боках блестела шерсть, а пережитым напоминали не до конца заросшие участки на крупе и медленные осторожные движения. Хозяин не торопился с объездкой, но вскоре лошадь сама била копытом и фыркала при виде седла. Она с тоской провожала своих соседей, когда текатали на спине взрослых и детей. В один из солнечных дней мужчина вывел новенькую на улицу и принялся надевать сброю. Лошадь радостно заржала. Вес хозяина оказался для животного тяжеловатым, но жаловаться никто не спешил. Они выехали со двора и сделали маленький круг по полю. В этот момент лошадь почувствовала себя самой счастливой на свете. Несмотря на всю боль и безысходность, которую она пережила, теперь рядом были любящие люди. Лошадь точно знала, что теперь ее не бросит, что бы ни случилось.